Одни из главных стартов года чемпионат Крымского федерального округа по панкратиону. Это последняя возможность для борцов показать свои умения и отобраться в сборную города. В состязании участвовало более сотни спортсменов со всего полуострова. Ограничений минимум для участников 5 возрастных категорий от 10 лет, в каждой из которых спортсменов распределяли по весу. Всего принимает участие более 100 участников, где-то 50 на 50, половина из Севастополя, половина из других городов Крыма. Но приехали ребята практически со всех городов. Из Симферополя, Левпатория, Бахчисарай, Ялта. Уровень, как показали схватки, достаточно высокий. Несмотря на то, что уровень подготовки севастопольских спортсменов высокий, на легкую победу рассчитывать не приходилось. В каждом поединке нужно было выкладываться на все 100%, ведь на кону очередные спортивные разряды. Это удалось сделать севастопольцам Владиславу Усольцеву и Никите Язову, которые стали лучшими среди юниоров. Во взрослой категории лучше всех проявил себя севастополец Заграб Аганян. А открытием 2015 года, несмотря на поражение в финале, признали Артема Ветрева. На фоне остальных участников выделялся и представитель Симферополя Сергей Чурилов. «Давай, давай, давай! Давай, давай, пойдем, пойдем, пойдем!» «Давай, давай, давай!» «Мне в принципе все не понравилось. Я провел три поединка достаточно сильных. В двух из них я одержал досрочную победу. В одно поражение попало». «Я рассчитываю, что должны присвоить кандидата в мастера спорта». «Мне больше всего нравится уровень соперников и взрослых. Я вот все мечтаю, когда же мне уже исполнится 18, но до этого долго. Готовился я очень мало. Я болел полтора месяца. И тут две тренировки потренировался, и тренер сказал, иди на соревнование, пора готовиться. В целом выступил хорошо. Пять из пяти выиграл. Ребята очень разносторонние. Кто-то борец, кто-то боец. Ко всем нужно находить свой подход, и у меня это получилось. Поэтому я и выиграл». В турнире также приняли участие и начинающие спортсмены. За 2015 год ряды борцов, занимающихся панкратионом в Севастополе, пополнились на 40 человек. «Это уже ребята, которые закрепились, уже будут заниматься. То есть, определенно, закреплены за спортивными секциями, за тренерами. Некоторые из них уже выступают на этих соревнованиях. Ну, конечно, не все успешно, но тем не менее. Для спортсмена самое главное на этом этапе, на этапе начальной подготовки, на тренировочном этапе – это выступать, выступать, получать максимальное количество опыта». По итогам турнира тренеры сборных Крыма и Севастополя отберут спортсменов, которые будут защищать честь города на всероссийских соревнованиях в 2016 году. Ленис Островушка, Дмитрий Лилека, Севинформбюро. Ленис Островушка, Дмитрий Лилека, Севастополя.